Лучшая 14-я чайка сейчас на Украине готовится. Вот она свежеокрашенная и потихоньку идет процесс полировки лака. Это машинка на заказ или тоже в коллекцию? Это моя личная чайка. Я позволил в этом году ее закорчить. Она более 10 лет стояла в разных этапах реставрации. И все время какие-то машины влезали между мной и ею. В этом году я сжал волю в кулак. Вид имеет. Полирует, да. Я скажу, что вид имеет. В нее увалена такая цифра в малярные только материалы, что даже вслух не хочется произносить. Будем говорить, что лак заказан в Италии, заказной в фирме, которая больше 200 лет занимается изготовлением лаков для яхт, катеров, музыкальных инструментов, а потом уже и автомобилей. Вот сейчас они делают лак для винтажных автомобилей. Ну да. Ну все же ради автомобиля, ради памяти. Именно ради. Кстати, так вроде бы на фотографиях она монументальная, живьем тоже, но чуть поменьше ощущается, чем когда я на фотографиях сижу, смотрю, кажется прям огромная. Дело все в том, что с нее сняты бампера. Бампера добавляют еще порядка 35 сантиметров. Они же такие массивные. Точно. У нее чистый размер 6 метров 12 сантиметров. А сейчас она 5,80. Понятно. И отсутствие хрома фонарей. Она же все ее раздувает. Опять же, нет стекол, заклеенные проемы. Сейчас стекла станут, она надуется визуально. Машина как-то монументальная. 6 метров это не много было отечественных автомобилей. Ну это же довесок. Середние крылья, телевизор, капот. Вот, кстати, капот еще не делался. В процессе можно посмотреть и потрогать толщину, сколько здесь навалено краски до меня. Это мы вот счищаем. Попробуйте тут. Ну это грунт или они без грунта еще красились? Нет, это вот грунт вон там, это самый первый грунт. Красный вот это бордовый. Да, 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 такой бордовый, да. И вот пошло 1, 2, 3 слоя краски. Вот здесь вот очень хорошо видно. А ну и когда зеленый был, да? Да, вот видите, вот один слой краски черный. Последний. Вот второй, да, и вот первый. И вот два грунта. То есть сначала вот этот бордовый, а потом зелененький, это как жидкая шпаклевка. Как-то так. Но все будет вычищено до голого металла и заново все покажу. Такой вес, если ты поднимать, конечно, я не буду, но так чисто. Невозможно поднять поднимочку, только вдвоем. Вот это такая тяжелая вещь. Да, нет, так он реально не поднять. Да, он не поднимает. Один человек его не может не взять, не поднять. Он тяжелый и очень неудобный. Это малярный цех с малярной камерой. Также это сборочный участок. Здесь очень удобно. Все в одном помещении. Вот тут вот сборка всех автомобилей. Здесь вот именно чистовая сборка. Вот сейчас стоит потихонечку в работе. Кабрио-лимузин. Кабрио-лимузин. Да, вот это 400-й москвич. То есть кабрио-лимузины были только москвич 400-420А называли. Моудинга нету. Да, да, да. Вот такая вот история. Вот живьем кабрио-лимузина точно я никогда не видел. Ну и будем говорить в таком виде будет очень сложно увидеть. В таком так вообще не практически. А в любом тоже я не видел. Вот первое знакомство мое. Вот потихонечку растем. Ну да, обращает на себя внимание отсутствие молдинга. И не должно его быть вообще? Нет, не должно быть. Да, под него же нету ни точек крепления, и у него форма чуть-чуть другая. То есть тут вот мы видим такую вот хитрую ступенечку. И соответствующим образом молдинга широкий его уложить некуда. А у 401-го вот этой ступенечки нет. Это накладная деталь, это отвинчиваемая съемная деталь. И она ровная для того, чтобы дать возможность образоваться полки, на которую уложен вот этот широченный декоративный молдинг. Понятно. Тут еще такие усилители. Да, это все девайсы. И вот так вот по ветровичку вот так должны идти. Ну, раз должны идти, значит вот он. Да, 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 да. Силамон есть, да. Класс. Ну, это вот как тоже памятник войны, когда не было цельнокатанного листа металла. Да, да, да. И выкручивались как могли. Да. Так что это не для бомонда автомобиль? Да. А, экономия. Там наверху, где мы были в музее, стоят три победы еще в кабриале УЗИ. Одна из них 49-й год, 124-й номер кузова. Шикарно. Вот номер тоже харьковский, но это чисто антуражный номер. Это изготовлены у меня в мастерских. У меня есть все возможности изготовлять все старые советские винтажные номера. Это вот номер изготовлен у меня в мастерской. В продолжении, ну, ты же видишь, что машины как два брата. То есть расцветка, расклад. Да, кстати. Одинаковые. Я хочу, чтобы они были цельнометаллические, кабрио-лимузин в одинаковой раскраске. И как бы полностью, вот, как продолжение один другого. Соответствующим образом и номера изготовил, чтобы они где-то были рядом. Ну, это вот, это чистой воды выставочный муляж. Ну, безусловно. Макет, как-то вот так назвать можно. Получается, а по истории, вот если только о номерах говорить, в начале шли белыми буквами на черном фоне? Потом такие? Или вот эти в начале были? Это послевоенная серия. Вот расскажите, пожалуйста. Не совсем послевоенная. Это сорок девятый год. До сорок девятого, до сорок восьмого года была путаница. Там разное, там где такой, где такой. Вот в сорок восьмом году был принят ГОСТ. Вот это вот номера сорок восьмого года. Потом пошли вот эти черно-белые. То есть на черном фоне, белыми буквами, там, это говорят, то ли в пятьдесят... Я вот по датам не совсем. То есть, ну, будем говорить, это граница шестидесятых годов. И до семьдесят восьмого года шли вот эти черно-белые. А в семьдесят восьмом году был к Олимпиаде восемьдесят в Москве, в Советском Союзе. Принят новый ГОСТ. То есть вытянутый номер прямоугольный на белом фоне, черными буквами. Как и сейчас. Ну, условно говоря, да. Ну, очень условно, да. И вот к восьмидесятому году уже полностью перешли на выдачу вот этих новых номеров. То есть Харьковская серия старого образца вот на черном фоне белыми буквами. Последняя серия была ХКН, ХКО, 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 а уже ХКР не было такой серии. То есть ХКО и вот эта последняя серия ХКО переходила в первые номера А, там, 301Х. Черная на белом. Да, 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 да. То есть вот такая вот история. Ну, а потом уже очень интересно. Незалежность она привела к номерам, которые есть. Современный, там, с логотипом 21, регион. То, что сейчас в Российской Федерации осталось. Да, да, да. Только всегда удивляюсь. Федерация это больше в разы. Там всего лишь три цифры на номере, а у нас четыре. Ну, там обратная ситуация. Там три цифры, три буквы. Если пересчитать количество вариантов, комбинаций, то у них там в геометрической прогрессии больше, чем у нас. Почему у них и серий меньше? У нас же серии меняются буквально два-три раза в год. А у них одна серия может годами длиться, потому что есть возможность менять комбинации. Вот мы переходим в самый большой цех. Это цех кузовных работ. Здесь 300 квадратных метров. Вот сюда с понедельника заезжает новый проект. Пока не буду озвучивать какой. Займем свое место. Окей. Ну и вот цех кузовных работ. Здесь больше машин в ожидании. Они, кстати говоря, тут... Ну, очень грубо говоря, как отстойник, да, вот это вот? Ну, где отстаиваются машинки. Нет, нет, нет. Отстаиваются не так, наверху, в музее. А это я объясню. Это вот как раз то, о чем, вы говорите, вы сделали какой-то репортаж. А машина-то вот она. Да. А машина-то вот она. Буквально сегодня утром вышла статья. А номера? А там вы говорите в этом выпуске про очковый номер. Да, вот. Вот он. Это ее настоящий номер. Это не антураж. То есть эта машина тоже зарегистрирована, имеет современную регистрацию, но это ее прижизненные номера, это старая ее регистрация, это ее настоящие харьковские номерные знаки. То есть это не антураж. Не так, как у москвича, или на запорожце висят чужие. Это тот случай, когда вот вообще все в дырочку, как говорится. Здесь все родное. Свой мотор, свои номера. То есть это абсолютно харьковская машина. Единственное, что это мобильная мигалка. Есть возможность ее вставить и снимать. Я покажу. Почему? Потому что она выходит за габарит. И заехать-выехать нельзя. Я придумал такую конструкцию. Электрический разъем. Сейчас добавим света. Электрический разъем. И там ответная часть. Идется мигалочка. Как папа-мама, да? Вот так. Да. Вставляется, затягивается, соединяется. И все работает. Потрясающе. Но выехать так нельзя из гаража. Соответственно, выключил, открутил, вынул и спокойно заехал в стандартный гараж. Фароискатель. Она, получается, без электропривода, а вручную. Вручную, да. Вручную. Направляешь на нужное место. Или, например, как на скорых для чего? Чтобы найти ночью номер дома, где больной пациент. Да. Как угодно. На СГУ. Вправление мегафоном. То есть, все дела. Кстати, сейчас вот посмотрел на спидомер, сразу возник вопрос. Вы в процессе реставрации сохраняете пробег на приборной панели? Или некоторые с нуля? Обнуляю. Да. На некоторых обнуляю. На некоторых нет. Особой какой-то тенденции. Вот как хочется, так и делается. Как-то вот. Не знаю. Не могу ответить. Да. На некоторых обнуляю. На некоторых обнуляю. Понятно. Вот такая вот штуковина. А вот эта рамка, это идет питание? Обычно как делают? То есть, не заморачиваются. Берут где-то вот в этом районе. Или с той или с этой стороны. Вот так выпускают жгут проводов. Запихивают. Туда течет вода. Все дела. Но в автореликвии так не принято. Поэтому здесь была такая вот мной конструкция разработана. Это труба. В ней идет вот провода. Вот они вышли. И пошли на мигафоны с мигалкой. Здесь они нырнули. Соединились с проводами искателя. Внутри под крылом сделан заход. Уплотнен. И заход уже непосредственно к пульту управления. Всеми вот этим вот. Тут у нас можно посмотреть. Закреплен такой незрачный переключатель. Аккуратненько. И включением зажигается фара. А сюда, если перевести, начинают на переднем бампере мигать последовательно красной и синей фаной. Такая красота. Третья серия уже. С окрашенной юбкой бампера. 1966 год. Да. В обычном исполнении. Никаких люксов. Хромов. Ничего. То есть это стандартная Волга. Вот как она была, так она. Понятно. В виде наклейки. И в советские времена тоже наклейка же была. Или... Ну, будем говорить, там все сложнее было. Там накрашивали. Ничего себе. Это же прям такой процесс кропотливый. Вот. Ну, художники были. Будем говорить так, что Тогда-то не было Как бы Технологического возможности. Это Аракал. Вот. Надпись накрашена. Надпись накрашена. Это краска под трафарет. Соответственно, ГОСТУ. Все дела. А герб, да. Это наклейка. Так сказать, постольку поскольку уже сейчас найти специалиста, который отрисует артисту. Конечно. А тогда, конечно, Более-менее профессиональный художник все это исполнял. Мы же видим. Ага. 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 Ага.